5 марта в поселке Анахой ушел из дома и не вернулся мужчина 1954 года рождения. И лишь 19 марта его родственники обратились в заявление в полицию об исчезновении человека. По данному факту, следственным отделом по Заиградскому району, Следственному комитету России по Бурятии, было возбуждено уголовное дело и на следующие сутки по подозрению к причастности к исчезновению этого человека был задержан 24-летний житель этого поселка. В ходе следствия было установлено, что 5 марта 2012 года между местным жителем поселка Анахой и безвести пропавшим гражданином возникла ссора, в ходе которой подозреваемый нас нанес телесные повреждения, от которых впоследствии наступила смерть безвести пропавшего гражданина. Следователь рассказывая, скрывая следы преступления, убийца расчленил топором тело своей жертвы и всю ночь сжигал его в печке бани. На фотографиях с места происшествия видны обугленные останки погибшего, следы крови на полу и на пристенке печи. Согласно материалам следствия, на первых допросах убийца признал свою вину и указал место, где он спрятал останки погибшего. Это общественная свалка на улице Удинская в поселке Анахой. И вновь на фотографиях зафиксированы несгоревшие останки, а главное найден топор, которым орудовал убийца. Все несгоревшие фрагменты тела он складывал и вывозил на помойку. Уже установлен свидетель преступления. Именно в его бане и произошло убийство. Сейчас он не открывает нам дверь, но живущая через дорогу его бывшая супруга характеризует погибшего и его убийцу как самых обычных, ничем не приметных людей. Дочь убитого была шокирована, когда узнала имя убийцы. Вообще мы выросли с этим человеком, получается, на одной улице. Мы раньше в детстве постоянно играли вместе, дружили как-то. Мы его в армию провожали, с армией встречали. Девчонки там своим. И как получается, я вообще даже на него бы не подумала. Он такой вроде тихенький, скромный. В данное время расследование продолжается. Известно, что обвиняемый уже отказался от своих первоначальных показаний и теперь точку в расследовании поставит суд. Намсарай Намсарай, Сергей Костенко, Новости дня, Заигравский район.